Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео хотим поделиться с вами достаточно простым ритуалом. Это ритуал, чтобы понять, кто вам вредит, кто вам желает зла, кто пытается навести на вас негатив, сглаз или порчу. Ритуал сам по себе достаточно простой, для этого не нужно не знать каких-то особых знаний. Главное вам досмотреть это видео до конца, чтобы все сделать. Итак, друзья, этот ритуал вы можете сделать самостоятельно в любое время. Главное, чтобы вы находились в квартире одни, чтобы вам никто не мешал. Также на время проведения этого ритуала, пожалуйста, выключите телефон, свои все гаджеты, гаджеты, это очень важно. Кроме того, когда вы проводите ритуал и вдруг вы услышали, что вам пришло сообщение, не спешите, не бегите его читать, пока не проведете сам ритуал. Это очень важно, и вы поймете, почему именно мы, забегая наперед, и говорим вам об этих нюансах. Итак, что нам нужно? Нам понадобится соль. Вы можете взять, купить пачку соли, но именно нужно купить каменной, не йодированной соли. Вам понадобится сковородка. Вы можете взять старую сковородку или купить новую, но купите самую дешевую, и вам понадобится нож. Обращаю ваше внимание, что сковорода и нож после этого не должна быть у вас на кухне и в использовании. Итак, далее что мы делаем? Мы ставим сковородку на плитку и хорошо ее нагреваем. Далее мы насыпаем соль. Насыпать нужно так, чтобы дно сковородки было плотно покрыто солью. Далее берете нож и мешаете соль ножом, проговаривая следующие слова. То есть пока вы мешаете соль, вы говорите эти слова. Вы можете их переписать с телефона, читать, пожалуйста, не нужно. Слова следующие. Пусть печет и горит у того, кто мне вредит, и мне, или моей семье. Аминь. И лучше всего, если вы откройте на время проведения ритуала, откройте окно, потому что будет все-таки дым и будет запах для того, чтобы он смог выветриться. Если у вас хорошая вытяжка в квартире или в доме, то тогда включите вытяжку. И после того, как, сколько, конечно, сейчас спросят, сколько так проводить этот ритуал, то есть как долго ножом помешивать эту соль. Но возьмите минут 15, 20, полчаса. Обращаю ваше внимание, что вам может даже как-то становиться плохо, может давление подняться. Еще какие-то могут быть такие признаки, которые вам не очень возможно понравятся. И после того, как вы провели эту практику, обязательно откройте окно, дверь, если у вас на кухне есть балкон, чтобы выветрился именно этот запах. Далее, что мы делаем? Обращаем на это ваше внимание. Дело в том, что тот человек, который вам вредит, который вам мешает жизни, он будет в течение трех дней пытаться прийти в ваш дом или квартиру. Что-либо попросить или наоборот, что-либо вам подарить. Если он находится от вас далеко, то этот человек постарается вам позвонить, написать, попросить даже прощения, и вы будете даже удивлены этому. Поэтому, если вы не уверены в человеке, который вам звонит, или вам вдруг человек позвонил ни с того, ни с сего, а вы знаете, что вы давно с этим человеком не общались, и у вас не может быть никаких общих разговоров, пожалуйста, после проведения ритуала через три дня вы позвоните. Если вам смс-ка пришла, да, тоже постарайтесь, но не отвечать. Конечно, кто сейчас скажет, ну если мне мама позвонит и так далее, но если вы уверены в тех людях, которые вам желают добра, то, конечно же, берите трубку после проведения ритуала, общайтесь, созванивайтесь. Но мы вам видим то, что вот если кто-то вам делал, после проведения именно этого ритуала, вы узнаете, что именно в вашей жизни может появиться этот человек на горизонте. Что мы делаем со сковородкой и с ножом после проведения ритуала? Мы это выбрасываем, то есть оно остывает, и мы берем в пакет и выбрасываем. А соль пересыпаете в пакетик и желательно закопать подальше от людей под любым деревом. Вот такой вот, друзья, ритуал. Мы надеемся, что постарались ответить в этом видео на все ваши вопросы. Достаточно сам по себе простой ритуал, и так вы можете понять, кто вам вредит и вам желает зла. Поэтому обязательно проведите в ближайшее время, но помните, что в течение трех дней вам нужно быть внимательным и осторожным.